Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот и дожили мы до Страстной Седмицы. Буквально позавчера мы вместе со Христом входили в Иерусалим, мы вместе с народом, его окружающим, также пели и кричали ему «Ассанна», сыну Давидову. А сейчас мы находимся в контексте последних дней Христа на Земле, в контексте его пути на Крест. И традиционно, да, мы уже не первый год беседуем с разных ракурсов к этому фундаментальному событию для человеческой истории, мы подходим. И не можем его обойти в этом году, потому что это слишком значимое событие, и в нем безна смыслов, безна вопросов, которые возникают. Мы вновь будем сейчас говорить о крестном пути Христа, о его крестном распятии, о его сошествии в ад. Говорить будем об этом с преподавателем философских и богословских дисциплин Самарской духовной семинарии Сергеем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Добрый день, Сергей Григорьевич. Ну вот действительно, самое трагичное время в году, в контексте которого мы находимся, и которое мы не можем никак обойти. В различные периоды, в разные года мы говорили и о притчах первых трех дней, которые читаются за богослужением. Мы говорили о противостоянии, собственно, традиционного фарисейского, в тот момент, иудаизма, раввинистического иудаизма, и Христа с его Евангелием, с его благой вестью. По-разному мы пытались к этому подходить, и в том числе разбирали вопрос о том, нужна ли была эта крестная смерть, можно ли было ее избежать, были ли какие-то варианты. Вот сегодня возникло, ну не скрою от наших телезрителей и от вас в том числе, предложение поговорить именно о сошествии в Аад, о представлении адских мук и ада в традиционном иудаизме, посмотреть, может быть, на представление об Аде и в других конфессиях, и философских системах, философских воззрениях. Потому что действительно, буквально через некоторое время, через несколько дней, в первую очередь, поздравляя друг друга возгласом Христос в воскресе, мы будем праздновать именно победу над смертью, победу над адом, разрушение его изнутри. И, наверное, нужно разобраться, что именно происходило тогда, какую именно победу одержал Христос своей смертью на кресте. Так что же такое ад в традиционном иудаизме? Давайте начнем с иудаизма, потому что, собственно, традиция, может быть, и ветхозаветная здесь нам пригодится, и в ветхий завет читают люди, знают, слышат об употреблении слова ад. Что это такое? — Ну, тут действительно я очень благодарен за возможность обратить внимание аудитории на такие неочевидные моменты. Потому что, ну, тут, опять же, в силу своей профессиональной деформации я начну несколько издалека. При внимательном чтении Евангелия, если мы будем читать его не по кусочку, сосредотачиваясь на мелочах, как вот и подобает поступать к христианину, который и к правилу ежедневному присоединяет несколько глав из Писания, и в храме тоже читается зачало. А вот если мы посмотрим на перспективу текста вообще вот целиком, то, в общем-то, можно сказать, что весь путь Господа — это путь к страданиям, смерти и сошествию в ад. То есть вот такой неочевидный момент, да, как то, что сама история Господа начинается вообще с масштабной кровавой буйни, убийства младенцев, да, то есть он вынужден бежать, и вот это вот, ну, если бы это не было бы вот действительно откровением, то это можно было бы сделать там вот триллером и вот таким хоррором, что над человеком висит вот эта вот угроза смерти, и висит она постоянно. То есть Господь не пытается смягчить выражение, его несколько раз пытаются схватить, но он уходит, прекрасно зная, что он злит своих слушателей, злит фарисейских вождей, и они пытаются его схватить, и он проходит сквозь них раз за разом, а потом все, в общем-то, заканчивается тем, что его все-таки хватают. И тоже очень важный момент — это то, что сам Господь создает вот такую ситуацию, что он остается один. То есть он вообще-то, как всеведущий, знал и о там слабостях апостолов, но намеренно пошли они в Гефсиманский сад ночью. То есть можно же было сделать светлое время суток. То есть если духовный лидер говорит, что мы сейчас пойдем медитировать в сад в этим солнечным утром, то ученики, как правило, за ним идут. Но Господь намеренно создает вот такую ситуацию, при которой он остается один, при которой он не дает себя защищать, он... и тоже интереснейший такой парадоксальный момент, что вот мы призваны следовать за Христом, и апостолы стараются следовать за Христом, но никто не следует за ним в смерти. Вот он остается один, он остается осужденным, казненным во гробе плотски, в одежде с душевьях и Бог, и лишь потом, после его воскресения, опять можно следовать за ним к Отцу. Вот я хотел бы обратить внимание вот на эти узловые моменты. То есть первая угроза смерти висит над Господом с самого его рождения, самоубийством младенцев, да? Он намеренно ведет все к вот этой своей страшной казни. То есть когда мы разбираем маленький эпизод, то он там так вот ловко, казалось бы, выкручивается из вопроса Бразинария Кесаря, и Иоаннового крещения с небес ли от человек ли. И вот он такой вот, как насредин ловкий, и невозможно его поймать, как невозможно солнечный лучик в бутылку заключить. А тем не менее он сознательно все выстраивает так, что все вот эти вопросы, все вот эти сценки, они только подогревают злобу человеческую и приводят его в такое состояние, в каком с ним никто не может быть. И он там остается полностью один. И вот тут, если мы говорим о серьезном академическом богословии, то я хотел бы указать на то, что недопустимо историю Спасителя сводить только к какому-то одному эпизоду. То есть вот зачастую мы слышим, что Господь пришел пострадать. То есть если бы речь была только про пострадать, то нет ничего проще. Он бы мог пострадать уже сразу. С младенцами. Потом приходит пророк, который говорит, вот вам Мессию обещали, вот Мессия. И, заметим, соблюдены все те же условия. Он был рожден, он вычеловечен, он не был узнан, он был казнен. Ну, и его страдания искупили всех нас. Или, например, что Господь должен был подчинить волю человека воле божественной. Тогда центральное событие – это гефсимания, где вот происходит борение, но воля немоя. Ну, даже, наверное, сорокодневный пост. Опять же, да. То есть когда преодолеваются три важнейших для человеческой природы искушения. И, кстати, вот именно на них Антихрист ответит и положительно на все три. То есть если Спаситель трижды отказался, то Антихрист скажет «да» на все три этих вопроса. Так вот. И в этом плане я укажу на то, что вот такие столпы церкви, как Августин, Ирине Леонский и многие другие говорили о том, что смысл Бога воплощения в том, что Господь солидаризируется со всем родом человеческим. И поэтому мы не можем выделять какой-то один поступок или один эпизод в Евангелии, и Господь прибыл осветить все образы, все состояния и все возрасты человека. То есть, заметим, он как раз доходит до средовека, а Господь смерти не творил, и, в общем-то, не должно быть ни старения, ни болезни, ни ветхости, ни, прости, Господи, деменции. То есть, вот этот вот тяжелый выбор, который перед многими стоит, там, после 70, Альцгеймера или Паркинсон, он, в общем-то, не задумывался Господом. Вот мы говорили о провидении, о теодицеи, то есть, этого Господь не творил. И точно так же, как смерть, тоже это не творение Господа. То есть, в этом случае, например, тоже вот спасибо за возможность обратить внимание аудитории на неочевидные смыслы, позволю себе маленький-маленький приквел в букву. Это вот, что эволюционисты и креационисты зря ломают копию. То есть, можно ли примирить эволюцию творения? За семь лет дней Господь создал мир, или все-таки это были периоды в миллиарды лет? Какая разница? Это все можно примирить, но до тех моментов пока не появляется смерть. Вот Господь смерти не творил, а в эволюции смерть – это основной механизм выбраковки. То есть, в этом случае христианин не может быть эволюционистом не потому, что написано «за семь дней сотворил Господь мир», а в том, что смерти в изначальном замысле нет. И Господь освещает, во-первых, все возрасты, и церковь последовательно спорила, например, с ирианами, которые говорили, что Господь вообще не воплощался, с несторием, который сказал, что Господь, который держит и направляет ход планет, и вот он будет маленький, красный, сморщенный, лежать, кричать, потому что он испачкал пеленки, да вы что? Вот когда Господь уже вырос, и там в крещении, например, Господь уже соединился с действительно красивой формой. То есть, Господь не стал бы освещать, там, я не знаю, попытки ухватить Иосифа обручника за бороду, или там, ну, все мы пускаем слюни и безобразничаем, и пачкаем пеленки. И вот для Ниссурии это был ужас, как это Господь, источник всякого вдохновения, сложности и красоты, будет вот в этом возрасте. Но Господь осветил и младенчество с его безвинными или не такими уж и невинными забавами, и отрочество, и подростковый возраст с его метаниями, и все вот это последовательно до того момента, после которого уже начинается увядание. То есть, это первый момент. И второй момент, Господь осветил все состояния человека. То есть, состояние счастья, да, то есть, и Господь до 30 лет, Он спокойно следует вот этому вот семейному укладу, да. И когда Он выходит на проповедь, если мы внимательно почитаем, то там кажется окружающим, что Он вышел из себя, и один из вариантов, да, даже сошел с ума. И Ему пытаются сказать, ну, ты же плотник, ну, куда ж ты полез-то? Вот мы же тебя знаем, да, то есть, нет пророка в своем Отечестве. То есть, что, и вот вариант тихого семейного уклада освящен. И вариант, что ж ты делаешь, куда ж ты полез, мы же тебя помним, нет в тебе никаких больших дарований. И вариант, да, что время мое не пришло, но по просьбе Богородицы, это же тоже такой вариант. Господь изначально не хотел совершать этого чуда в Кане Галилейской, и чудо ради чуда Он не совершает. Но вот тут вот по просьбе Богородицы, он вот, в общем-то, без норовоучений и без, да, то есть, есть чудо норовоучительное, есть чудо, которое меняет человека. Вот если мы почитаем внимательно, что нам сообщает Евангелие Клиповое словами о браке, там не сказано, что кто-то стал святым, кто-то стал учеником Господа, то есть, как-то вот. И вообще было это для того, чтобы напиться и впасть в нужное состояние. То есть, состояние пира Господь тоже освящал. И самое ужасное, да, то есть, пика кульминация, это состояние богооставленности. Вот Господь входит в это состояние. И тут тоже очень важный момент, по окей-пакей, я выражаю признательность за возможность обратить внимание на неочевидные вещи, это то, что Господь делает для мертвых. Вот обычно мы говорим, что Господь сделал для нас, да, что вот как в старобрядческой редакции, и гробным живот дарова, то есть, гробные, это не только те, кто уже в гробах, но и те, кто там окажутся. То есть, все мы гробные, и вот для нас Господь это все и сделал. Это очень правильно, это не стоит забывать, и это будет повторено в церковных амволнах на пасхальном богослужении, но вот для тех, кто был уже мертв, что же Господь сделал? И если мы проведем, ну, такую не слишком сложную, но очень кропотливую работу по выписыванию того, что вот я тут принес заметки, что говорит Священное Писание об Адзе, то вот, пожалуйста, что Шиол — это ад, это Тартар, 2 Петра 2, 4, это Ров, Исаия 24, 22, это место заключения ангелов, которые соблюдаются в вечных узах под мраком на суд Великого дня, то есть ангелов, правильнее по церковно-славянскому, да, это послание апостола Иуда, 6 глава. Дальше, смерть, что такое смерть? Это тьма, это Иов 10, 21, тьма вечная, Псалом 48, 20, это прах, опять же, Иов 17, 16, молчание, тоже очень важный момент, что вот мертвые молчат, и ад — это вот тьма, где вообще нету звуков, то есть вот мы еще даже не дошли до физических мук, там, вот огонь неугасимый, червь неусыпающий, но это уже очень такая неприятная ситуация. Оттуда нет возврата, опять же, Иов 7, 9, там нет деятельности, Экклезиаз 9, 10, там нет утех, книга Сирахова, 14, вот тут очень выразительный отрывок, с 11 по 17 стих, да, знание о том, что происходит на земле, и там не славят Бога. То есть вот Господь туда спускается, то, что нас всех ждало, да, и мертвецы они какие? Они как несуществующие, обсядь в Псалом 38, 14, они пребывают в земле забвения, Псалом 87, 13, они лишены всякой силы и витальности, опять же, это Исайя 14, 10. То есть, когда иудейские тексты говорят об этом, они пишут рефалим, да, то есть вот полностью лишена такая вот тень, то есть почему для древнего человека было ужасно остаться без потомства, то есть вот Авраам-то чего тоскует? Он тоскует, потому что он понимает, что за него никто потом не будет приносить жертвы, а это тоже такое влияние на иудеев, окружающих народов. Если мы перечитаем, например, Одиссею, то когда, например, там герою нужен совет некого мудреца, который уже умер, то он берет тушу коровы, спускается в ад, начинает выпускать кровь из этой туши, и призраки, вот эти тени собираются, молчащие, решенные витальности, в молчании, во тьме, там не славят Бога, они не знают, что происходит на земле, и когда им приносят жертву, они обретают некое подобие своей прежней оболочки плотиной, и более того, Одиссей вынужден отгонять всех желающих напитаться этой кровью, пока вот тот Тересий, совет которого ему нужен, как-то вот не обретет какую-то более грубую форму, не вспомнит, кто он, и не сможет поделиться мудростью. То есть вот это Авраама ввергает в ужас, что он будет тенью, которая будет лишена даже вот этой краткой возможности, пока усопшему принесли какую-то вот кровь, и он чужую кровь заимствуя, он как-то может, опять же, вспомнить и сопричаститься тем вот моментам, которые были ему доступны на земле. И вот это вот тоже фундаментальнейший момент и тема для размышлений, это то, что с одной стороны жизнь сама по себе драгоценность. Вот в списке Шиндлера знаменитая сцена, когда предлагают бежать, но евреи понимают, что, скорее всего, их поймают. И такая еврейская почтенная женщина говорит, ну даже два часа жизни, это ведь целая жизнь. То есть это стоит того, чтобы взять и продлить, даже если потом, а мы помним, что была расприя между фарисеями и саддукеями, быть воскресенью и не быть воскресенью. И Господь сходит вот в эту тьму, вот в эту лишенную витальности и жизненную силу, силы пространства, в это там, где тьма, молчание, там, где не славят Бога, и мертвые получают возможность, во-первых, увидеть это обетование. То есть для них это огромный прорыв, да. То есть все, кто изучал иудейские тексты, тут опять же, другая несколько тема, чуть попозже я о ней скажу, но вот они узнают, что Бог воплотился. Даже те, кто не читали ни книги пророков, ни иудейские писания, они знают, что вот есть жизнь и что ад уже не будет прежним никогда, потому что Господь побывал в аде. И тут вот, значит, первый момент. Опять же, к сожалению, у меня не так много времени. Чем древнее источники, тем чаще в них встречается мысль о том, что Господь вообще всех вывел из ада. То есть не по крещению, не по принадлежности к иудеям, а вообще всех. И чем дальше мы от вот этого апостольского века, да, вот проповедь златоустного будем читать, да, смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. То есть ад мог бы предъявить, что... И не един в огробе. Вот. Что счет-то, конечно, разгромный, но у меня-то еще осталось, мог бы сказать, ад, если бы златоуст не был уверен, что вообще всех отпуст. Ну, здесь, мне кажется, надо дать вот все-таки какое-то определение самому Шеолу, что это в полном смысле не тот ад, о котором даже сам Христос говорит, что... Ну, там, когда он говорит о грешниках, что их ждет, ад, там, где скрижищат все зубами, там, и так далее, и так далее. Это Шеол, место, где пребывали абсолютно все. Ну, мы сейчас говорим об иудейском аде. Поэтому мы говорим о том, что было до Христа, и что, собственно, вот Христос исправил своим сошествием в ад. То есть, повторюсь, он осветил все состояния человеческой души и тела, да, то есть от младенчества, и Церковь раз за разом подчеркивает, что ни Ария, ни Нестория неправы, и Господь являлся Богом с самого своего первого дня в младенчестве. Даже вот в Великой Базилике Санта-Мария-Маджора есть базаика, где волхвы склоняются перед младенцем, который отдельно сидит на троне. То есть не на руках у Богородицы, то есть там, что это, ну, это выражение почтения Богородицы, там, и праведнику Иосифу Обручнику. Нет. Специально автор заострил эту тему, сказав, что, вот, посмотрите, младенец один сидит на троне, и волхвы склоняются перед ним уже, учтя его Богом. И в состояниях человека это, да, это состояние богооставленности, это состояние смерти, это состояние оставленности друзьями и последователями, и состояние отчаяния, да, то есть вот погруженно в осьму, где человек ничего сделать не может, это вот, ну, финальная и предельная точка отчаяния, и Господь в нее входит и исправляет. И вот тут, спасибо, опять же, за реплику, мы можем поговорить, конечно, о неодобряемом в православии схоластическом подходе, но в целом без схоластики совсем нельзя, вот как бы мы не хотели, но, тем не менее, занятие даже в семинарии происходит в аудитории, это, конечно же, от сансритского аудио, и преподаватель там читает лекцию, безусловно, от прославянского лекто, ну, вот, не уйти от этого. И у схоластов, например, было интересно такое членение, что действительно ад имеет такую слоистую структуру. То есть, шеол, это тьма, потом ад некрещенных младенцев, которые, ну, вот, что с ними делать, да, то есть, они не крещены, поэтому они не могут исполнить, что вот нерожденные от воды и духа. Потом, соответственно, вот этот вот большой хаос, ну, и, то есть, получается, вот есть некие такие слои в ладе, и вопрос, до какого слоя Господь спускался. Ну, это из серии, да, сколько ангелов поместится на кончике игвы. Хотя, на самом деле, вопрос-то богословский не праздный. То есть, только Господь о Гаврииле, к примеру, когда находился в комнате Богородицы, извещая вам, Богородица-дева, радуйся, но его в раю не было. То есть, все-таки, получается, телесность-то есть какая-то. Да, она грубее по отношению к божественной, но тоньше к человеческой, но все равно телесность. Да, да, да. Такой вопрос правомерен, другое дело, а что нам надо за знание о том, сколько ангелов разместится на кончике игвы. И вот тоже схоластический, очень важный момент, тоже неочевидный, это то, что если отец весь суд отдал сыну, то получается очень интересный такой момент. Вот мы, ну, фильмы, восточная традиция, время от времени упрекает Запад в излишнем юридизме, хотя, в общем-то, термины искупления, выкуплены дорогою ценою, жертва за грех, она встречается, вообще-то, в Новом Завете. от этого не уйти, от этого юридического языка, закон, преступник, то вот тут, если мы возьмем юридический момент, да, что, чтобы вступить во владение, надо побывать. То есть, если человек наследует дом или автомобиль, и там, я не знаю, автомобиль у него, упаси боже, угнали, то угнали не у него, а вот если он там посидел хотя бы три минуты, проехал хотя бы 20 метров, выбежали злые хулиганы, его выкинули, то машину угнали у него. И нельзя распоряжаться домом, если этот человек в этом доме не побывал. То есть, он должен совершить такой ритуальный заход, открыть своим ключом, войти туда, выйти из... И вот теперь, да, он вступил во владение. И в этом случае, тоже интереснейший момент, на который обратил внимание не во святых и не в наших, но в отцах латинской церкви, Фома Аквинский, который сказал, что в этом случае, если отец весь суд отдал сыну, то сын царствует в мире ангельском, потому что и так он по существу рождается от отца и второе лицо Святой Троицы. Он становится человеком, чтобы, опять же, царствовать в мире людей и вступая во владение вообще всем, весь суд отец отдал сыну, он еще должен спуститься во ад, чтобы вступить во владение. И в этом случае, как не парадоксально, но это так. И на самом деле это вполне себе корреспондирует с православием. Владыка ада это Христос. Отец ему отдал весь суд, он побывал в аду, он вывел из ада. И в этом случае ад в богословии делится, опять же, на две таких категории. Ад как состояние богооставленности и ад как место мучений. И в этом случае Христос владыка место мучений, потому что он может оттуда избавлять. И вот разбойник, он сказал, будешь со мной в раю. И ад как состояние Господом тоже перенесен, он не пребывает сейчас в состоянии богооставленности, нет. Но и в аду как в состоянии Господь тоже был. Сергей Григорьевич, спасибо огромное. Столь насыщенно, сжато, емко и информативно, по-моему, было прекрасно. Я предлагаю продолжить именно этот разговор уже на светлой седнице, вот, уже в контексте фразы Христос воскресе. Я надеялся, но, я даже. Да. Спасибо большое вам. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин